Десятки лет в ветхом жилье, без элементарных бытовых удобств. Многие в нашей стране до сих пор так живут, но и многим уже помогли переехать в более комфортные условия. В Краснодаре о таких людях не забывают и ежегодно предоставляют новые квадратные метры, взамен старых и непригодных к проживанию. О семье, которая многие годы ютилась в домике 1902 года постройки и о том, в каких условиях сейчас живет, эта семья узнаете из репортажа Михаила Молчанова. Головатова 561. Когда-то в этом дворе кипела жизнь. Несколько семей ютились в турлучных домиках на 20 квадратных метрах. Все удобства, естественно, были во дворе. Сейчас же здесь работает техника, очищает территорию от старых построек. Из пяти собственников последней отсюда съехала Ирина Дьяченко. Вот наша хата, в которой мы прожили 14 лет. Она 1902 года постройки. Ну, пойдемте посмотрим. Это кухня. Вот пол, как говорится, проваливается. Это вот комната. Вот здесь газ был. Вот такая вот проходная комната. Ну, вот это комната, в которой мы жили. Если в начале прошлого века такое строение считалось комфортным для жизни, то в век настоящий просто непригодным. Даже несмотря на многочисленные ремонты, которые семье приходилось сделать, чтобы хоть как-то содержать жилище в нужном состоянии, находиться в доме все равно было небезопасно. После заявлений в определенные органы, ей, как и остальным по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, предложили двухкомнатную квартиру. Ирина призналась, после проживания в частном доме, боялась, что не сможет привыкнуть к многоквартирному. Я не думала, что я так быстро привыкну к коробке. Я не думала, что мне будет так вообще ванночка, пожалуйста, пошел в ванночку, в туалет. Ну, понимаете, человеку много не надо. Много не надо, надо чуть-чуть. Ну, я оптимист. Новую двушку городские власти предложили семье Дищенко в 2017-м. Квартира от прежних хозяев, конечно, требовала ремонта. Но это все же лучше, чем жить в старой хибаре. 12 декабря 2017-го мы сюда переехали. И я вообще не думала, что будет так. Ну, я в таком восторге. У меня тут на Володарского живет внук. Мы даже в поликлинике, мы остались на том же участке. То есть в 10 минутах ходьба, центр города. Естественно, весь транспорт нам сюда идет. Ирина Викторовна с удовольствием показывает комнату, где живет ее сын. И там, где каждый день готовит ему и себе ужин. И не хочет вспоминать прежнюю жизнь с тазами вместо ванной комарами и мухами. Говорит, пусть новое жилище еще не довели до идеала. Но это лишь вопрос времени и денег, которые сейчас вдвойне приятнее зарабатывать для нужного дела. Надежда умирает последней. Я долго ждала и получила эту благоустроенную квартиру. Хочется пожелать тем, у кого сейчас нет благоустроенного жилья, чтобы они надеялись и верили в лучшее. Михаил Молчанов, Алексей Попов, телекомпания «Краснодар».